Еще одна гостья, проходите, пожалуйста. Рад вас видеть. Джамала, певица, человек жизни, которая связана с Крымом, ну и творчество в последнее время тоже связано. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Селям алейкум всем, кто сейчас меня смотрит в Крыму. И, конечно же, этим смелым людям, которые вышли в этот эфир. Невероятно, действительно, мужество сейчас, к сожалению, говорить из Крыма. Многие этого не понимают, что вот просто дать интервью из Крыма, собраться на квартире. Это невероятное мужество и смелость, потому что, к сожалению, да, они сегодня говорили о том, что вот триязычия, да, было говорено, что будет украинский, крымско-татарский, русский. Но почему же тогда мы видим, что Тараса Григорьевича Шевченко, как они его назвали, задержали за то, что он действительно вышел почтить память этого поэта. Скажите, а что вы сегодня чувствуете в годовщину, год спустя, когда Крым захвачен, ваша родина, там, где родные ваши до сих пор живут? Лично для вас что это? Ну, для меня это беда. Для меня это действительно морально очень тяжело. Но кроме того, что это морально очень тяжело, это очень тяжело стало общаться действительно с близкими, потому что очень усложнилась взаимосвязь, общение мобильное, потому что нет интернет, нет мобильной связи украинской. Опять-таки, ваш корреспондент рассказывал, как тяжело добраться теперь в Крым, да, поездами, пешком, такси и так далее. То есть это все усложняет. К сожалению, я была дома только в августе, вот, поэтому очень сложно общаться. Ну, благо, что, действительно, мои родители могут ко мне приехать, и я могу их поддержать морально. Ну, а для всех людей, которые сейчас действительно нуждаются в этой поддержке, мне кажется, сильнее, чем наша вера, и вот эти вот слова, вот эта студия, которую вы сегодня организовали, мне кажется, это, ну, очень важно. Вы знаете, у вас-то еще один способ есть до крымчан достучаться, вот наш телевизионный сигнал не всегда видят, вы петь для них можете. Да, слава богу, что я сегодня могу писать. Что-то будет, что-то будет об этой ситуации? Я спою крымско-татарскую народную песню, поможет мне невероятный аккорденец Шевкетцморка, и я сегодня исполню очень старинную крымско-татарскую песню, которую можно перевести стихами, опять-таки, Тараса Григорьевича Шевченко, «Чего мне тяжко, чего мне нудно, чего сердце плачет, рыдает, кричит, мол, дитя голодное». Вот, собственно, краткое содержание песни на крымско-татарской музыке. Одну секунду, я еще вас хотел спросить, у вас будет песня, вот то, что мне рассказывали, не знаю, правда ли, это то, что я слышал, песня, может быть, рабочее название «Крым наш». Я работаю сейчас над новым альбомом, который планирую закончить осенью, и действительно, у меня есть такая песня, которая называется «Беззим Харым». Из перевода она означает «Крым наш». И есть песня, которая называется «Шлях до дому». Так или иначе, в моем творчестве за этот год будет проходить красной нитью тема Родины. Для меня это очень важно. Мне кажется, музыка способна объединять, поэтому понимают люди или не понимают языка, они все-таки чувствуют эмоциональный посыл. Я всегда стараюсь на своих концертах заряжать свою публику положительными эмоциями и вселять в них веру, что все будет хорошо, и Крым обязательно вернется в Украину, если мы будем очень этого хотеть.